Здравствуйте, друзья, добрый вечер. В 2015 году президент Обама ввел такое положение, по которому свыше, ну, примерно 100 тысяч человек сегодня имеют возможность работать в США. Это люди, являющиеся супругами иностранных специалистов, которых привезли по визе H1B. Есть еще виза L1 для предпринимателей и для внутрикорпоративных переводов. Так вот, по визе L1 супруги могут работать сразу. Ну, то есть там надо оформление какое-то пройти, но это как бы заложено в визу. А вот если он приехал по визе H1B, то его супруга работать не может до тех пор, пока не наступит там некоторая стадия, завершающая в оформлении гринкарты. Но поскольку для некоторых стран, ну, вот для Индии в частности, процесс получения гринкарты очень затянутый, там может и 10 лет пройти и больше. Значит, почему это происходит? Потому что на каждую страну есть квота. То есть максимальное количество людей, которые от той или иной страны могут получить гринкарту. Поэтому получается такая история, что поскольку выходцев из Индии в США много, то у них как бы отдельная очередь. Вот для тех, кто, например, из Российской Федерации, Украины, там практически никакой очереди нет. А вот для Индии есть. Поэтому люди по 10-12 лет не могут работать. Это на самом деле очень большой удар по, как бы сказать, карьерному росту, вообще профессиональному становлению человека, который, допустим, у него высшее образование, он мог бы и хотел бы работать, но он не может работать. Ну и кроме того, это финансово тоже тяжело же вот так, на одну зарплату, пусть даже хорошую, когда у тебя жена, когда там пара детей и так далее. Кроме того, тут есть еще одно, значит, отягощение на текущий момент, состоящее в том, что если забрать у этих 100 тысяч человек разрешение на работу, а это именно то, что администрация сейчас планирует сделать. Очень многие семьи, которые с 15-го года уже находятся в таком положении, уже владеют какой-то недвижимостью. Понимаете, когда у тебя есть две зарплаты, и ты выплачиваешь свой моргидж, это ипотеку свою. Да, это одна история. Но когда у тебя зарплата только одна, а вторая, значит, больше не присутствует, то вообще-то это может привести к тому, что люди просто должны будут продать то, что у них есть, поскольку выплачивать его больше они не могут. Самое интересное, что как бы у нас исторически низкая безработица, у нас всеобщая занятость. Вот нельзя сказать, что, допустим, вот эти 100 тысяч человек в масштабах страны вообще какое-то влияние оказывают хоть на что-то. Не говоря уже о том, что это, как правило, люди с высшим образованием, а этих у нас нехватка гораздо больше, чем нехватка людей, которых, например, там, кроме средней школы ничего нет. То есть забрать разрешение на работу у людей, которые остро востребованы нашей экономикой, это нужно умудриться. Но, значит, мы не будем сейчас углубляться в то, почему это делается, но мы видим некоторую такую тенденцию, да, и тут есть такая бизнес-группа, и там большие начальники из самых известных компаний, вот они тут недавно с таким письмом обратились к конгрессменам, а может быть, к миграционной службе, я сейчас не помню, кому конкретно они его адресовали, но вот им всем адресовали. Говорят, не допустите, говорят они, потому что американские технологические компании, ведущие, зависят от возможности привозить людей по визе H1B, при том, что там много нарушений, при том, что там, конечно, надо порядок навести там и так далее, но, во всяком случае, создавать для этих людей дополнительные трудности не надо. Конечно, их можно убедить уехать куда-нибудь еще. Сейчас, кстати, в Индии очень-очень много возможностей по профессиональному росту и заработку хорошему и так далее. И без всех этих мер у нас вот есть некоторый отток, ребята обратно в Индии уезжают, потому что он там целый магараджа, понимаете, там такие зарплаты у них и прислуга, и там все что угодно. Поэтому этот процесс, он и так присутствует. Кроме того, если у нас не будет возможность привозить людей, которые нужны для экономики, то, соответственно, ну что, ну хорошо, они будут выводить там целые департаменты, там группы, будут выводить их за границу, они и так это делают, их и так, и так людей не хватает. Понимаете, не от хорошей жизни все это происходит, весь этот аутсорсинг, но, то есть, некоторые думают, что это все для экономии денег, это не совсем так, то есть, дешевле было бы здесь нанимать, потому что у них производительность очень отличается. Понимаете, производительность одного человека, работающего тут, несопоставима с производительностью человека, работающего там. В случае так говорят люди, которые с этим связаны. Я сам напрямую не завязан. Поэтому речь идет о том, чтобы наказать технологические компании, то есть что-то им такое за то, что они поддерживают либералов, а не консерваторов. Я не знаю, в чем, так сказать, фундаментальная задумка, но реально наносится ущерб экономике страны. И не только экономике на самом деле. Не только экономике. И престижу страны, которая открыта для иммигрантов, которая открыта для инноваций, которая открыта для людей, которые могут что-то ей дать. И если к этим людям начать так плохо относиться, это как бы меняет нас как страну. Поэтому что тут сказать. В общем, тенденция такая. Я вам рассказываю об этой тенденции. Эта история с тем, чтобы забрать у них право на работу, и не только у них, кстати, а у тех, кто был на визе L1, супруги по визе L1, эта история продолжается уже полтора года. Но как-то вот она там не доходила до каких-то таких уже принятий актуальных таких решений, вот уже действий каких-то вот. Но на прошлой неделе администрация там зафайлала какие-то свои по этой части предложения, которые сводятся к тому, чтобы таки, да, все это дело перекрыть, причем в течение буквально месяца. Но, скажем так, в течение месяца будет опубликовано постановление, потом пару-тройку месяцев они собирают мнение по этому делу. И вот где-нибудь до Нового года это, наверное, все и произойдет. Поэтому такая вот новостишка просто как бы вкупе с другими новостями по закручиванию гаек в иммиграционной политике. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин